В Донецке, во всех районах города слышны залпы из тяжелых орудий. В результате обстрела боевиков погибли 10 человек, есть раненые. В Донецкой области работает мой коллега Вениамин Трубачев, он с нами на связи. Вениамин, слышишь ты меня сейчас? Если слышишь, что происходит в самом Донецке и на окраинах города? Да, Наталья, украинские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Донецка. Местами бои уже идут в городской черте, но боевики пытаются сдерживать наступление. При этом террористы ведут беспорядочный огонь не только по военным, но и обстреливают жилые кварталы. В основном открывают огонь с наступлением темноты. Сегодня всю ночь стреляли из градов, при этом боевые машины постоянно перемещаются по городу. Многие жители, чтобы обезопасить, хоть как-то себя ночуют в подвалах. Вот подслушайте, под какую канонаду жителям Донецка приходится засыпать и просыпаться. Ну, уже под утро обычно стрельба стихает. Сегодня тоже так было, и люди начинают разбирать завалы и пытаются дозвониться друзьям и родственникам, чтобы узнать, все ли живы. К сожалению, сегодня, как ты уже, Наташа, сказала, печальные есть данные. За минувшие сутки в результате боевых действий в Донецке погибло 10 мирных жителей, еще 8 получили ранения различной степени тяжести. А счет разрушением домов ежедневно уже идет на десятки. Поэтому спасатели работают сейчас практически круглосуточно. Стреляли. Вон и загорелось все. Все сгорело. И вещи, и все, и деньги. Все сгорело. Ни копейки не осталось. Вот, как встаю, так осталось. Кофта чужая. Выскочила битковка. Один господь нас спас. И так бобили за счет. Видите? Вот сейчас наметилась такая тенденция, что боевики пытаются все-таки выйти из окруженного Донецка. Они прячут автоматы, переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на пассажирском транспорте под видом мирных жителей. Поэтому для украинских военных сейчас важно тщательно досматривать всех, кто покидает Донецк. Вот яркий пример. На блокпосте в Дебальцево были задержаны один из полевых командиров террористов и его помощник. Сейчас они дают показания. И это, могу сказать, не единичный случай. За последние несколько дней только на этом блокпосте задержали 13 беглых боевиков. В том числе 4 из них переоделись в одеяние священников. Вот такие новости, Наталья.